СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Если есть на свете рай, это Краснодарский край. И его райская кухня. Такое вот доброе утро на канале Кубань-24. Мы решили сегодняшнюю нашу программу начать с того, что угостим наших коллег вкусными блинами с яблочным припёком. Из чего такое? В честь съёмок программы «Райская кухня». Ммм. Чудесно. С вашей фигурой, не знаю, едите ли вы блины, но... С удовольствием. Угу. Очень вкусно. Ммм, вкусно. Сама делала? Молодец. Нормально? Расшотка. Угу. Верите или нет, но даже сам шеф-повар Константин Ивлев мимо по коридору проходил. Это очень рискованный ход угощать самого шефа Ивлева блина. Давай, да не будешь. Ну всё-таки. Мне было интересно, какая начинка вам. Мне кажется, здесь виду по дугу. Есть такое ощущение, что я сделал по моему рецепту. Потому что, по крайней мере, здесь видео похоже на мои. Понимаете, я делала по своему рецепту. У меня тоже фамилия Ивлева. Нормально? Сестра. Не знаю, не знаю. Ну, не дочь. Точно? Ну, смотри, блины. Мало соли. А да, хороши. И второй вопрос. Как вы относитесь к кубанской кухне? Она всё-таки жирная, сытная. Офигенно. Обожаю какое-нибудь жаркое. Какое-нибудь мясо в горшочках со сметаной. Какую-нибудь уху кубанскую с помидорами. Не люблю только это, у вас эти ещё бывают, нутрия, да? Или как она называется? Я ни разу даже не пробовала. Жалко. Я даже не пробовала. Да что ж жалко, что жалеть? Жалко на пчёлки, а пчёлка на ёлки. У вас же самый долгий период сезонных продуктов, овощей, фруктов. Очень большое разнообразие рыбы, как морской, так же, как речной. И тому подобное. У вас вообще очень разнообразная, шикарная еда. Это программа «Райская кухня» на телеканале Кубань-24. И, как вы уже поняли, сегодня речь пойдёт о блинах. И вот что сегодня в меню. Блины с рапанами. К ним севичи из пеленгаса. И секретные приёмы от шефа. Из ресторана в простую блинную. Не пугайтесь, но с камерами. Проверим общепит на вкус и на вид. Когда люди едут с юга, всегда везут жрачку. Откровение шефа Ивлева о силе гастрономического туризма. Где же нам знакомиться с локальной черноморской кухней? Да у самой кромки Чёрного моря, в Анапе. Кажется, ближе к морю ресторана не придумаешь. Здесь шеф-повар Юрий Тамалах сочетает продукты традиционные, южные. И технологии общемировые, чтобы на тарелке рождались вот такие шедевры. Первое блюдо будет называться блины с копчёной сметаной и жареным черноморским рапаном. Рапаны уже очищены и отварены по технологии СУВИД. В вакууме при 60 градусах в течение часа. А мы начинаем печь блины. Я готовлю блины на сметане и на молоке. Так, интересно. Ну и стандартные продукты. Соль, сахар, мука, яйца и растительное масло. Мука, сахар, сметана, яйца. Видимо, рецепт отработанный годами, потому что вы так уверены, щепотку того, щепотку сего. Да, мы готовили по этому рецепту на масленицу. Блины получаются всегда одинаковыми, всегда стабильными, вкусными. То есть мы сейчас, чтобы не было комков, мы смешиваем твёрдые ингредиенты и постепенно добавляем молоко. А что даёт сметана в этом рецепте? Сметана, она даёт кислинку и жирность. Они будут румяные за счёт сметаны и за счёт жирности будут нежные. Чтобы не прилипали блины, обратите внимание, сковородка без антипригарного покрытия. Её нужно хорошо прогреть, но на низкой температуре, чтобы она равномерно прогрелась. Всё, немножко дымок пошёл. Вижу, вижу. На эту сковородку вот такой половничек у нас. Ух ты, как быстро! Пока я пеку блины, расскажите про сметану. Копчёная сметана. Копчёная сметана. Значит, смотрите, с рапаном очень хорошо сочетается что-то кисленькое. Я взял кисломолочный продукт, это сметана, и банально обычная сметана, решил её закоптить. Будем коптить вишнёвой щепой. Как мы будем это делать? Мы положили сметану в ёмкость, накрыли плёнкой, и есть у нас вот такая штука, называется смокган. Дымогенератор, простыми словами. Мы его включаем, поджигаем щепу, и он обкуривает нашу сметану. Буквально нужно 10 секунд. С ума сойти, и она там приобретает аромат вишнёвой щепы. Да, она берёт аромат вишни. Ой, как вкусно пахнет! Всё, этого будет достаточно. И оставляем на 10 минут буквально. Блины готовы. Так. И мы готовы обжаривать рапан. Прогреваем сковороду. Берём масло, розмарин, чеснок. Как вы его ловко рукой. Насытим масло этими ароматами и уберём, они нам не понадобятся. И потом будем обжаривать рапан. Если сковорода не будет разогрета достаточно, он прилипнет. Мы не будем заворачивать блины, начинку. Мы всё покажем нашему гостю. Хаотично выложим блины. Возьмём нашу копчёную сметану. Знаете, что это напоминает? Вот когда у бабушки в избе своя печь, русская печка, и блины пекли где-то возле русской печи, и аромат дымка такой лёгкий, добились этим эффектом блины и копчёная сметана. И выкладываем жареный рапан. Добавим перец чили, буквально три кусочка. Зелёное масло из петрушки. Вообще я люблю кинзу. По моему мнению, одна из самых красивых, полезная. И произрастает также у нас всё локальное. Всё, блюдо готово. Приятного аппетита. 15 минут и шедевр, ребята. Но румяные блины у нас ещё остались, и к ним хорошо бы подать севичи из пеленгаса. Основа маринада для рыбы – сок лайма и лимона. Значит, у нас есть фреши двух цитрусов, соус свит чили, сладкий чили, так называемый, оливковое масло. А почему вы решили свит чили из пеленгаса приготовить? Это показательно для именно вашей кухни блюдо. Ну, во-первых, это локальная рыба. Она доступна, вкусная, и всегда можно найти её свежей здесь. Ну и пеленгас не самый дорогой. Не самый дорогой, всё верно. Рыба у нас сырая, но она будет мариноваться прямо на тарелке. Это агрессивный маринад, так называемый. На дно тарелки наносим тонкий слой маринада, а поверх выкладываем ломтики пеленгаса. И вновь поливаем маринадом. Три-пять минут, и рыба готова к подаче на стол. Чили. Добавим сегменты апельсина и грейпфрута. Ну, тоже ещё одно беспроигрышное сочетание с рыбкой. И кинза. Красота наша готова. Приятного аппетита. Публика понимает те кулинарные эксперименты, которые можно попробовать здесь у вас? Думаю, да. Понимает. Ну, она и едет за этим сюда. Черноморская рыба. Сарган, барабуля, рапан, мидии, пеленгас. По крайней мере, непривычные блины. И вот такие моллюски. Ну, нужно пробовать. Так и открываются вкусовые сочетания. И кулинарная фантазия развивается резко. Всё, я хочу пробовать. Извините. Очень круто. Очень-очень. А теперь предлагаем проверить общепит на курорте. Идём в простую блинную в самом центре Анапы. Скажите честно, эту блинную вообще видели хоть раз? Первый раз они слышу и вижу тоже. Надеюсь, всё будет очень вкусно. Заходим? Да. Пожалуйста. Здравствуйте. Не пугайтесь нас камерами. Вкусно пахнет. И вы прямо при нас испечёте? Да, конечно. А сколько один? Две минуты? Три минуты и один блин готовится. Я хочу с рыбой. Ну, поскольку мы с рыбой. Я хочу с припёком попробовать блины. Блин с припёком, зелень, масло и сытные блины с домашним паштетом из куриной печени. Блины с припёком – это когда начинку добавляют прямо в тесто. А классический вариант – конвертик. В него завернут паштет, рыбу, сыр или что ваша душа пожелает. Так, вот я думаю, что мы как раз за этим столиком и займём место. Начинаю с припёка с зеленью и сливочным маслом. Хорошее тесто по соли вкусно. Возможно, сметана не помешала бы к блинам. Точно, это мы не подумали, сметанки попросить. Я сначала не поняла, а потом поняла. Я думаю, зачем сыпать укроп в блин, зачем такой припёк? Оказывается, если его нагреть, раскрывается аромат. Классно. А это блин с домашним куриным паштетом и маринованными огурчиками. Вкусно? Ну, когда вкусно, тогда вкусно. Я хочу, чтобы вы с рыбкой попробовали. Если уж мы сегодня по блинам и рыбе. Да, у нас сегодня насыщенный. Рыбно-блинный день. Вкусно. Малосольная рыбка. Было бы удобно, если бы были перчатки, чтобы можно было руками кушать. Хочется доесть. Действительно вкусно. Очень адекватная цена. Мне кажется, класс. Вечером ресторан. Рекомендуем. А позавтракать рано утром. Можно блинами. Исторически так сложилось, что мы всегда едем на юг. Не только загореть и получить витамин D, но и заодно как раз попробовать местных специалитетов. Понимаешь? Когда люди едут с юга, всегда везут жрачку. Само собой, барабульки у нас нет. Да, у нас есть сибас. Ну, набегон, кому нужен. Барабулька, камбала, сарган или другие виды, они намного вкуснее. Каждый регион начинает искать свои корни. Начинает вспоминать какие-то свои фирменные исторические блюда. Иногда они начинают их подстраивать под современный лад, чтобы создать свою локальную кухню. Я обожаю Кубань. У меня жена вообще из Тамани. И поэтому я всегда с добрым сердцем и пустым желудком приезжаю сюда. Ну и, наконец, наш кулинарный эксперимент. Все очень просто и очень честно. Я попросила коллег испечь блины так, как они их обычно готовят. И вот что получилось. И пышные, и тонкие, и в дырочку, и ажурные. А если у вас есть какой-то личный, семейный, интересный рецепт блинов, заходите на канал Кубань24Док и обязательно пишите его в комментариях к этому выпуску. Это была программа «Райская кухня». Увидимся на телеканале Кубань24. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Кулакова